Приближается Новый год. Многие компании уже начали подводить итоги 2017 года, но на количество актуальных новостей это не влияет. Посмотрим, что интересного было на этой неделе. На Гавайях прошел традиционный саммит Qualcomm. Его главной новостью для обычного гика стал анонс нового Snapdragon 845, который мы наверняка увидим в большинстве флагманских смартфонов 2018 года. Чем интересен новый чип? Для начала хочется сказать, что с точки зрения базового набора характеристик, больших перемен не произошло. Тот же восьмиядерный чип с архитектурой Big Little, сделанный по техпроцессу 10 нм. Но в каждом отдельном нюансе полно изменений. Так, общая производительность 845 относительно Snapdragon 835 выросла примерно на 30%. Переход ко второму поколению техпроцесса 10 нм позволил снизить энергопотребление примерно на те же 30%. Еще добавили гигабитный модем для сетей LTE, поддержку двух сим, одновременно работающих в сети 4G и кучу мелких улучшений для каждого модуля. Чип получил новый сопроцессор обработки изображений, графику, заточенную под задачи VR и обновленный аудиокодек. Благодаря процессору флагманы следующего года научатся снимать 4K HDR-видео при 60 кадрах в секунду и вести замедленную съемку в HD при 480 FPS. Что мы забыли? Конечно же задача машинного зрения, нейронные сети и прочее. Все это есть в новом флагмане, так что кажется получится топчик. Кроме этого, компания анонсировала выход ноутбуков на новом Snapdragon 845. ARM модели получили общее название Always Connected PC, а их основной фишкой должно стать рекордное время работы – до 22 часов на одном заряде аккумулятора. Так как речь идет про архитектуру ARM вместо привычной x86, то Microsoft пришлось заморочиться и адаптировать привычную Windows 10. Формально речь идет о чем-то вроде Windows RT второй версии, но мы надеемся, что в этот раз все будет намного лучше. Система популярной библиотеки заранее скомпилирована под ARM. Дополнительно разработан специальный эмулятор, так что привычный 32-битный софт должен показать неплохую производительность. О поддержке 64-битных программ речь пока не идет, но ее обещают добавить в будущем. На таких ноутбуках не будут работать только специфичные программы, использующие драйверы режимов ядра – это антивирусы и некоторые игры. А с остальным проблем быть не должно. Первое решение на новой платформе уже показали Asus и HP – это трансформер и планшет, состегивающийся клавиатурой. Цена на NVX 2 пока не названа, а вот Asus Nova Go будет стоить 600-800 долларов в зависимости от конфигурации. Что ж, у новой идеи есть определенный шанс на успех, но оценивать, что получилось у Microsoft, мы будем только после личного знакомства с новинками. Выбирая новый ноутбук или смартфон, многие западные пользователи ориентируются на рейтинги Consumer Reports. Последние наконец-то закончили тестировать iPhone X и обновили рейтинг смартфонов. Как это не печально для Apple, но X не стал не то что первым, но даже не вошел в пятерку. В общем зачете обогнали более простые восьмерки и куча смартфонов Samsung. Причины относительно низкого рейтинга довольно просты – это высокая цена и стоимость ремонта, вероятная хрупкость корпуса и слабая автономность. iPhone обсудили, теперь пришло время рассказать про смартфоны для массового покупателя. В рядах последних очередное пополнение в лице Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Как и ожидалось, очевидной фишкой новинок стали экраны с соотношением сторон 18-9. У младшей модели он 5,7-дюймовый с разрешением HD+. У старшей – Full HD+, при 6-дюймах. Про дизайн можно не говорить, это просто знакомое Xiaomi в корпусах из металла и пластика, без клавиш под дисплеем, со сканером на спинке и новыми цветами корпуса. Внутри младшей модели установлен первый 14-нм чипсет среднего сегмента Snapdragon 450, 2,16 или 3,32 гигабайта памяти, а также аккумулятор на 3300 мАч. Для Redmi 5 Plus выбрали вполне бодрый Snapdragon 625 от 3,32 до 4,64 гигабайт памяти. Аккумулятор тоже помощнее – привычный 4000 мАч. На фоне официальных цен от 120 до 200 долларов в зависимости от версии и модели все радует, но хотелось бы наконец-то увидеть поддержку NFC и другие плюшки. Короткий блок новостей про биткоин. В четверг курс главной криптовалюты продолжил расти. Буквально за один день взяли планку сначала в 12 тысяч за монету, а потом в 13, 14 и 16. При этом на отдельных биржах курс достигал 19 тысяч долларов за одну монету. Из-за взрывного роста в мире появились первые биткоиновые миллиардеры. Ими стали братья Winkloss, которые в 2013 году купили около 100 тысяч монет. Интересно, что на покупку криптовалюты братья потратили часть отсуженных у Цукерберга 66 миллионов, которые они получили в качестве отступных за кражу идеи социальной сети. Еще отметим, что на деле Steam прекратил продавать игры за биткоины. Причиной стал все тот же скачущий курс и увеличившаяся стоимость и время проведения транзакций. Иногда кажется, что мир сошел с ума. Например, в игровом проекте CryptoKitties на базе блокчейна эфира можно покупать виртуальных котиков. В зависимости от цвета и оригинальности окраса цена сильно отличается. Самого дорогого виртуального кота продали больше, чем за 100 тысяч долларов. И такая сделка не уникальна. Пройдемся по слухам. Вероятно, весенний флагман Huawei может получить еще более оригинальные камеры. Возможно, основной модуль будет включать не два, а целых три сенсора, которые обеспечат возможность съемки фотографий в разрешении до 40 мегапикселей и пятикратный гибридный зум. Из интересных новинок отметим флагманскую раскладушку Samsung W 2018, выпущенную для рынка Китая. Кроме привычной характеристики очень высокой цены, этот смартфон получил камеру с рекордным значением диафрагмы 1.5. Будет интересно, если в будущем Galaxy S9 решат использовать именно такой модуль. Никто не сомневается в том, что будущее за системами с искусственным интеллектом. Но пока сфера развивается, пользоваться приходится прообразом таких систем — ботами. Боты не теряют популярность и наверняка вы тоже пользовались каким-нибудь решением для подбора билетов или записи в очередь на подачу паспорта. У Hotline тоже появился свой чат-бот в Telegram — Даруй Бот. Это своего рода decision maker, который может подкинуть вам несколько идей подарков к Новому году и избавиться от лишней головной боли под названием «Что подарить?». Выбрать сюрприз можно мужчине, женщине или ребенку в зависимости от возраста и бюджета. Просто ответьте на вопросы бота касательно получателя подарка и вуаля — бот предложит вам на выбор 5 иногда весьма забавных идей. Подружиться с ботом можно по ссылке в описании. Ну а на этом все. До встречи через неделю.